Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Растить кадры сообща. Шесть медколледжей края планируют объединить в один институт. Разворот на восток. Развитие региона в Сибири обсудили в Красноярске. Активное участие приняли представители двух Алтаев. Потушили вовремя, благодаря чему пожар в часом доме Рубцовска удалось оперативно локализовать. Но вначале. Сегодня утром из-за сильного тумана два рейса из Москвы не смогли совершить посадку в Барнауле. Самолет компании «Уральские авиалинии» более часа кружил в Первомайском районе над Затосибирский. Самолет авиакомпании «Севан» на подлете к Барнаулу сразу был отправлен на посадку в Новосибирск. Оба судна благополучно там и приземлились. Перенесли, перешлось и запланированные к отправке рейсы до Москвы. По расписанию они должны были отправиться в 8.05 и в 9.55. Однако дата и расчетное время вылета у них изменились на 14.30 и 13.35 соответственно. Несмотря на потепление, которое совсем скоро придет на Алтай, в Барнауле продолжают подготовку к зиме. Руководитель барнаульского автодорстроя рассказал, что готовность к зиме на сегодняшний день составляет 86%. Планируют задействовать 248 единиц техники. Закуплено почти 68 тысяч тонн соляно-песчаной смеси. А также планируется приобрести 164 тонны бионарда. Снеготвалы в шести местах уже очищены и готовы к приему снега. Как будут развиваться регионы Сибири и что нужно делать для этого развития? В Красноярск приехали представители соседних регионов, в том числе Алтайского края, для того, чтобы определить главные направления для достижения национальных целей. О чем говорили эксперты, расскажем далее. Глобальный разворот на восток. Сегодня это важная задача для страны, как и такие встречи. В Красноярске свою работу завершает Ассоциация «Сибирское соглашение». На ней два дня работала делегация от Алтайского края, губернатор Виктор Томенко и председателя КЗС Александр Романенко. Напомним, «Сибирское соглашение» – это сотрудничество регионов, которое помогает сообща решать проблемы сибиряков. Накануне представительство Ассоциации открылось в Китае, которое является стратегическим партнером России. У нас с вами очень важная и очень сложная задача. Президент Российской Федерации сферу туризма, внутреннего туризма и сферу гостеприимства возвел в ранг национальных целей развития России. И до 2030 года нам необходимо кратно нарастить наши с вами усилия для того, чтобы люди увидели Россию. По словам Виктора Томенко, с соседними регионами Алтайский край реализует большое количество значимых проектов, среди которых, например, развитие Чуйского тракта. В Красноярске делегации от Алтайского края провели экскурсию по Институту гастрономии. Сегодня в этих стенах обучают звезд ресторанного бизнеса, за которыми работодатели следят уже со студенческой скамьи. Совсем скоро Институт будет передавать свой опыт будущим шеф-поварам и контролировать образовательные процессы в нескольких городах России. Барнаул присоединится к этой программе в 2025 году. Мы изучили и приняли лучшие образовательные технологии со всего мира. И сейчас эти технологии будем разворачивать в других регионах. Поэтому наша самая главная цель – это влюбить молодежь в нашу индустрию, чтобы они также с полной самоодачей и любовью делали свое дело. Эксперты считают, важно не только обучать людей, но и прилагать все усилия, чтобы они хотели оставаться и работать на малой родине. То, что у нас выстраивается такая система взаимодействия, взаимоотношений и так далее, это очень замечательно для всей Сибири. Одним из элементов миссии нашей региональной, как региона Российской Федерации, является та самая закрепленность территорий, отдаленных, порою малонаселенных, территорий Сибири, учитывая географию нашей страны. А для этого там надо что-то создавать. Конечно, это могут быть промышленные предприятия, энергетические. Участники встречи обсудили совместные планы работы на следующий год. Например, среди предложений – инициативы, связанные с комплексным развитием территорий. Большое внимание сейчас приковано к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так главы сибирских регионов поддержали инициативу совместными усилиями отремонтировать мемориал в Тверской области, который посвящен подвигу сибиряков в годы войны. Ирина Корчагина, День с толком. Алтайский институт развития медицинского образования появится в крае. Он объединит все медицинские колледжи региона. Постановление о его создании уже подписал губернатор края Виктор Томенко. К Барнаульскому базовому медколледжу присоединят четыре других – Бийский, Каменский, Рубцовский, Родинский, а также Благовещенский медицинский техникум. Как сообщили в Минздраве региона, решение об объединении приняли сами колледжи, чтобы сообща качественно готовить кадры для регионального здравоохранения. Центр института будет расположен в краевой столице, остальные учреждения превратятся в филиалы. Сейчас перед образовательными учреждениями Алтайского края стоит очень непростая задача ликвидировать дефицит кадров, который складывался годами. И если говорить о врачах, в 2023 году мы наблюдаем приток. Но то, что касается средних медицинских работников, здесь пока удалось остановить только отток. Конечно, работы предстоит еще очень много, собственно, поэтому и нужно объединять усилия. Это будет среднее профессиональное образование, а при этом расширится объем образовательных услуг. Кстати, учебную программу будет формировать не только сам институт, но и медицинские организации, которые как раз и будут принимать выпускников на работу. Объединение планируют завершить к концу этого года. Успешная практика объединения колледжей в единый институт существует уже в Свердловской области, а также в Кузбассе. А начинать нужно со школьников. Чтобы заинтересовать медициной и в перспективе пополнить кадровый состав в поликлинике, больницы начали приглашать старшеклассников. Профориентационную экскурсию для десятиклассников провели в детской городской клинической больнице номер 7. Возможные кандидаты на работу в сфере здравоохранения познакомились с несколькими отделениями больницы. Подробности у Дмитрия Дроздова. Сегодня десятиклассницы 68-й школы не просто слушатели. У них появилась возможность попробовать себя в роли медсестер и врачей. В детской клинической больнице номер 7 в этом году стартовал проект по профориентации для старшеклассников. Медицинское учреждение показывает молодежи, как работает приемное отделение, как устроена противошоковая палата и как проходит забор крови. В таком же хорошем настроении школьницам показали новый рентген-кабинет. Его стоимость более 25 миллионов рублей. Рентгеновский комплекс позволяет проводить обследование всего организма, включая лор-органы и органы брюшной полости, до 50 обследований в день. Специалисты верят, что и такие кабинеты замотивируют молодежь идти в медицину. Самой эмоциональной точкой для девчонок стала палата интенсивной терапии. Будущие медики увидели младенцев, которые не могут самостоятельно дышать и питаться лишь с помощью аппаратов. У каждого серьезное неизлечимое заболевание, и специалисты делают все возможное, чтобы облегчить жизнь малышей. Как-то жалко их становится, и после этого как-то мировоззрение меняется, наверное, потому что мы зашли все такими улыбками, лицами прям счастливыми, а вышли все с круглыми глазами и думали, как такое вообще может быть. К слову, экскурсия дала свои плоды. По ее завершению школьницы активно задавали вопросы главному врачу медучреждения. Вот эти экскурсии, мне кажется, что это очень важно, потому что вот те дети, которые не знают, куда они пойдут после учебы, мне кажется, вот такие экскурсии им очень сильно пригодятся. Это вот не первая экскурсия, ну и не именно по больницам вообще, вот. И это помогает определиться с выбором будущей профессии. Я считаю, что на такие экскурсии стоит прям, стоит ходить. В планах специалистов детской больницы номер 7 сделать такие экскурсии регулярными, проводить минимум раз в месяц. Даже если пара человек в будущем захочет связать свою жизнь с медициной и пойти работать в поликлинике и больнице края, то поставленная медиками цель будет достигнута. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. 705 учащихся и 37 педагогов сегодня эвакуировали из Барнаульского лицея номер 101. В здании был пожар. Как сообщают спасатели, в тушении задействовали 43 человека личного состава, 6 автоцистерн. Пожар потушен, обошлось без пострадавших. А в Рубцовске предотвратить масштабный пожар помог автономный пожарный извещатель. В кочегарке частного дома о 7 утра начался пожар. Сигнал о возгорании подала пожарная сигнализация, разбудив всю семью, двоих взрослых и троих детей. От пожарной связации у меня дети проснулись. Я их быстро собрала, сама собралась быстро. И мы как бы все вышли. И вовремя пожарные приехали, успели вызвать пожарных. Все вовремя потушили. У нас только кочегарка выгорела. Становились все целы, все живы, здоровы. Кстати, устройство было установлено всего два месяца назад. Пожарные оперативно прибыли на место. Горела стена жилого дома в области прохождения печной трубы. Они потушили пожар на пяти квадратных метрах. В многодетные семьи устанавливаются пожарные извещатели. На территории города Рубцовск за период 2024 года установлено 109 датчиков. Данная программа проводится уже не первый год. И предусматривает дальнейшую установку датчиков на следующие годы. От средств радиоэлектронной борьбы до полноприводных машин 30-тонную фуру с гуманитарной помощью отправили из Барнаула на передовую. Посылки собрали неравнодушные жители Алтайского края совместно с Народным фронтом. На масштабные отправки побывала наш корреспондент Валентина Аскерова. Генераторы, печи, мотоциклы, маскировочные сети, тепловизоры, средства радиоэлектронной борьбы, продукты и даже алтайский мед. Неравнодушные жители региона вновь передали посильную гуманитарную помощь на передовую. Народный фронт посылки сформировал и организовал очередную отправку за ленточку. Очередная погрузка в ЛНР, ДНР, Запорожье для бойцов, мобилизованных, а также контрактников с Алтайского края. Сегодня мы грузим резину, автомобили, различные специальные средства по заявкам от бойцов. На следующей неделе бойцы уже получат все наши с любовью собранные посылки. Активное участие в погрузке по традиции приняли волонтеры разведки Сибири, а также студенческие отряды края и те, кто просто не смог остаться в стороне. Благодарят постоянно. Ну, я думаю, что больше вот эта вот взаимосвязь, она, конечно, помогает им. Даже больше морально может быть, нежели иногда материально, то, что они получают, то, что они чувствуют эту обратную связь с домом, что мы здесь вместе с ними, что весь наш край, регион и страна всеми своими силами помогают решать им свои задачи. Напомним, помочь защитникам Родины есть возможность у любого желающего. Пожертвовать денежные средства можно на сбор все для победы. Благодаря вашей помощи Народный фронт сможет приобрести алтайским бойцам генераторы, беспилотники, рэбы и все то, что каждую минуту спасает им жизни. Валентина Аскерова. День с толком. Это турне для них одно из самых спокойных, ведь волноваться в своей жизни не стоит, постоянно оборачиваясь на громкие звуки. В креофилармонии в концертной программе выступил коллектив Донбасса. До начала мероприятия артисты пообщались с журналистами. Когда читаешь последние новости из ДНР, невольно представляешь артистов настоящими героями современности. Кроме концертных залов, на открытых парковых площадках им приходится играть, к примеру, в Мариуполе. У нас на территории ДНР есть целая акция, которая называется «Спасибо, ребята!». Мы даем серию концертов как в госпиталях, так и в расположениях. Силу определенных обстоятельств мы не афишируем эти концерты. Мы благородины и вообще мы музыканты. Это наша жизнь. Мы должны это делать. Играть и поднимать дух. И вот такие гастроли, как по сибирским городам, заряжают силами. Тем более, когда подготовленную концертную программу на ура встречают повсеместно. Ведь посвящена она столетию истории Мосфильма. Советская музыка, советские песни. Вроде бы, да, у всех есть ассоциации, как они звучат. Но при этом у нас она немножечко изменена в джазовой обработке. Поэтому это вдвойне даже, знаете, интересно. С творчеством донецких артистов в рамках этого гастрольного тура уже познакомились жители Томска, Кемеровской областей, Алтайского края. Завершится путешествие в Новосибирской области. Елена Кузовкина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае попробуют остановить утечку перспективных спортсменов в более богатые регионы. Край планирует разработать меры поддержки спортсменов. К примеру, повысить материальные выплаты, выдавать сертификаты на жилье, содействовать получению образования в алтайских вузах. Также уже принято решение больше платить спортсменам, у которых при параллельном зачете Алтайский край записан главным регионом. Кроме финансовой части, еще одна из возможных причин утечек спортсменов – спортивная база. В отдельных видах спорта в Алтайском крае она безнадежно остает от продвинутых территорий – Подмосковья, Торстана или даже Краснодарского края. Под дождем в грязи и в поле в Бийске неподалеку от поселка Семеновод прошел мотофестиваль. Мероприятие было необычным. О гонке памяти расскажет Алена Кисеева. Железные кони выстроены в ожидании своего часа. Мотофестиваль в Бийске собрал большое количество желающих проехать по полевой дороге. Его участниками стали не только жители Наукограда и Бийского района, но и спортсмены из Барнаула, Новосибирской области и Змеиногорска. Еще, что любопытно, среди байкеров было много девочек. Я люблю залазить в грязь. И еще люблю, просто люблю эндуро. Не знаю почему, но я его люблю. Это самый лучший вид спорта. Я много спорта перепробовала. Это самый лучший. Такой мотофестиваль в Бийске проходит уже второй год. И это не обычные рядовые соревнования, а гонка памяти. Мероприятие посвятили ушедшим друзьям и воинам, павшим на СВО. А потому перед началом состязаний был поднят флаг и проведена минута молчания. У каждого поколения свои герои. И мы сегодня вспоминаем тех, кто совсем недавно был рядом с нами. Стоял плечом к плечу на многих мероприятиях, которые любили свою страну, свой край, свою малую родину. А дальше звучал рев моторов и начались соревновательные этапы. Каждый стремился быть первым, совершая наименьшее число помарок. Кстати, трассу проложили почти на ровном поле, но постарались в ней сделать больше зигзагов. Эндуро-кросс – это соревнования на мотоциклах, специальных мотоциклах, которые участвуют по пересеченной местности с использованием искусственных, естественных препятствий, бревна, покрышки, плиты. Но сегодня у нас погода подвела, пришлось трассу новую строить. А квадрокросс – это ребята на четырех колесах, на квадриках. Все участники были предельно сконцентрированы, но это спорт, и падений было не избежать. Победа была за теми, чьи навыки оказались более отточенными. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы. Смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Но я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...